Застать должника дома для судебных приставов – большая удача. Поэтому в рейды ходят или рано утром, или вечером. В этой пятиэтажке живет мужчина, долг по алиментам которого давно перевалил за полмиллиона. Дело на исполнении приставов уже не первый год. Основной сложностью в работе с исполнительным производством по алиментам является, конечно, проблема, связанная с тем, что должники зачастую по требованию судебного пристава не являются, и повестки игнорируют. И в связи с этим судебные приставы ежедневно выходят в утренние рейды с 6 утра, чтобы застать таких должников дома и применить к ним все меры принудительного исполнения, а также административного уголовного воздействия. В свои 52 года отец троих несовершеннолетних детей живет с престарелой матерью, не работает. Денег на воспитание сыновей не дает. Меру уголовного воздействия приставы применяли к должнику уже целых три раза. Впрочем, на пользу исправительное учреждение, судя по всему, не пошло. Мне там пообещали, говорят, мы с работой тебе поможем. С работой поможем. Профессию какую-то не дали? Нет. Обучили? И обучать не стали. Вот и за месяц там не обучают. А тут на четыре месяца я поехал. И то даже не заикнулись, и речи никакой не было. Судебные приставы неоднократно давали должнику направление в службу занятости, призывали найти работу. Боря отец отвечает, что и рад бы трудоустроиться. Но из-за записей о судимости все работодатели отказывают. Пытался на мусорку ходил, в охрану ходил, вот здесь в автокиминат бывший не берут. Ходил на Попова. Тоже говорю хотя бы этим охранникам. Я уже согласен и на шесть тысяч, и на семь тысяч. Из-за статьи не берут. Один из методов принудительного взыскания – арест имущества в данном случае не подходит. Из ценных вещей в доме лишь телевизор, да и тот по документам принадлежит матери должника. В итоге приставы уходят с пустыми руками. Если мужчина не предпримет меры по погашению задолженностей и станет игнорировать повестки, то ему грозит очередной срок за решеткой. В настоящее время было вручено направление в Центр занятости населения, чтобы человек мог обратиться туда в целях поиска работы. И, возможно, с пособием по безработице, на котором можно пройдет изыскание и начать платить алименты. Из-за долгов по алиментам герой нашего сюжета угодил за решетку. Из-за судимости не берут на работу. Поэтому и денег на погашение задолженности нет. А это грозит очередным уголовным сроком. Вот такой замкнутый круг. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.